Субтитры сделал DimaTorzok Дом Гришу я отправляю на прогулку Потому что потрясающая зимняя погода В Киеве 0 градусов Везде лежит снежок Светит солнышко Боже, 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 такая прям счастливая Кстати, если вы хотите задать свой вопрос Грише Оставляйте его внизу под этим видео В комментариях Все, Гриша всем машет лапой, идет на прогулку А я вернусь буквально через несколько секунд Быстренько сделайте себе кофе, чай, бутербродик Что-нибудь перекусить Достаньте откуда-то, смотри, соли Коробочку конфет, которая лежала На черный или белый день И приготовьтесь И снова я, Неугомонная Монро Сегодня отвечаю на ваши вопросы Я их все прочитала Отобрала самые интересные На те, которые я еще не отвечала И сегодня постараюсь удовлетворить Ваше любопытство Возможно, мои ответы вам помогут Разобраться в себе или ситуации Но напоминаю Я не лучший пример для подражания Я не панацея Я не главная инстанция Я не истина Я просто озвучиваю свое мнение Которое основано на моем личном жизненном опыте А также Какой-то что ли мудрости житейской Ну да Мне же уже 39 Я вас умоляю Возраста нет Есть состояние души Хотя возрастные изменения Всегда будут на вашем лице И каждый бокальчик шампанского Каждая рюмочка Каждый час недосыпа Каждая единица стресса Кстати, а в чем измеряется стресс? Пусть будут единицы стресса Отражаются на вашем лице В первую очередь Потому что тело еще как-то можно спрятать Под одеждой А лицо промятое Пробуханное Нервное Вы не скроете даже под слоем Самого крутого тонального крема Поехали И первый вопрос Стали бы вы дружить со своим двойником? Нет, не стало бы Почему? Потому что мне было бы с собой Точнее с моим двойником неинтересно Но я же все практически про себя знаю Поэтому в этой дружбе я ничего нового для себя не подчерпну В принципе, любые отношения Будь то дружеские Или же личные Строятся на том Что вы получаете Отдается что-то своему партнеру А что я могу получить от своего двойника? Ничего Кроме того, что я буду смотреть свое отражение Но мне достаточно зеркал Плюс порой от себя я очень сильно устаю Вот иногда, знаете Монтирую, монтирую, монтирую И понимаю, что нужно переключиться Потому что мой собственный голос Мое изображение Мои манеры Меня начинают раздражать И я прекрасно понимаю тех людей Кого я раздражаю Если я сама себя раздражаю То наверняка я могу предположить Что я еще кого-то раздражаю Поэтому я на вас не в обиде Так, следующий вопрос Мотивируете ли вы себя? Если да, то каким образом? Вопрос мотивации очень интересен Потому что каждый человек Который хочет развиваться Который хочет чего-то добиться Или же обогатить себя Как финансово, так и духовно Обязательно должен иметь мотивацию На мой взгляд Самая возвышенная мотивация Это, конечно же, сделать мир лучше Добрее, красивее То есть благородные какие-то цели Но для этого, конечно же, нужны средства Поэтому если у вас все в гармонии То есть вы зарабатываете Вы потом вкладываете Какое-то свое дело, которое приносит пользу Именно мотивация сделать мир добрее, лучше, совершеннее Прибавляет вам сил Плюс вы обращаете внимание на людей Которые уже добились успеха Изучаете их историю Читаете биографии успешных людей Какие-то проводите параллели Но давайте не забывать Что существует еще момент Государства, в котором вы сейчас живете В котором вы развиваетесь И порой государства, а также законы Которые принимаются в этом государстве Ставят вам в палки в колеса Но вам никто не запрещает Стать счастливым в другой стране Где существуют более лояльные законы Для существления ваших же мечт А что касается моей мотивации То я прекрасно понимаю Что если я прекращу свою деятельность То мир от этого не рухнет Я это уже говорила Земля не перестанет вертеться вокруг солнца И наступит следующая весна Лето, зима, осень И в принципе все, что я делаю Нужно в первую очередь мне И лично для меня мотивация Это мой зритель Моя ответственность перед зрителем А также моя внутренняя потребность Сделать что-то интересное Что найдет отклик в ваших сердцах Как бы это ни звучало высокопарно Но на самом деле так и есть Ну и еще немножко заработать денег Для того, чтобы осуществить свои желания Например, путешествовать Но все-таки бесплатно в этом мире Ничего не достается А еще меня мотивируют Достижения известных людей Моих соотечественников Которые по сути Но добились намного большего То есть они приложили больше усилий Они больше думали Они больше работали над собой Для достижения своих желаний Но вот что мешало вам Хорошо учиться в школе? Тем более сейчас Когда выбор становится больше И больше доступной информации в сети Если у вас возникает вопрос Вы сразу найдете на него ответ Это касается и вашей внешности И вашего физического здоровья И вы должны понимать и осознавать тот факт Что за вас никто ничего не сделает Что вы не купите свое здоровье Что вы не купите свою внешность Да, вы можете использовать самые передовые достижения косметологии Пластической хирургии Но если вы не будете поддерживать свое физическое Эмоциональное состояние в тонусе Если вы не будете пополнять свои ресурсы То разовая операция Или же несколько операций Уколы красоты Марафеты Кардинально не изменят вашу внешность И не добавят вам сил Красоты, на которую вы рассчитываете постоянно Просто вы должны постоянно себе напоминать Если вас одолевает хандра, апатия Если вы не хотите ничего делать Если вы переносите какие-то важные начинания на понедельнике Запомните Это жизнь одна Это ваша жизнь одна И вам никто ничего не даст И молодость проходит И зрелость проходит И вы тоже состаритесь Время никого не пощадит Ну а потом вы убрете Поняли? Вот вам мотивация Вы все равно умрете И только вам выбирать В каком состоянии вы будете умирать В маразме Или же при памяти Танцуя самбу На пляже Капа-Каба Да хоть в родном Бердянске Для справки Бердянск это украинский курорт На Азовском Следующий вопрос Считаете ли вы себя примером для подражания? Не считаю Почему? Ну потому что это было бы хвастовство Возможно для кого-то я пример для подражания Но не стоит копировать мой образ жизни Мою внешность Ищите свою Просто смотрите Делайте выводы Прислушивайтесь Не только ко мне А еще и к другим людям Мысли которых вызывают у вас отклик Доверие Сопоставляйте со своими мыслями Со своими мыслями Доводами И формируйте себя Ищите свой неповторимый стиль Возможно примером может быть Мое трудолюбие Мой перфекционизм Хотя на самом деле Человек уже рожден совершенным Ему нужно просто шлифовать Свои самые лучшие качества Мне конечно приятно Если я для кого-то пример Но не подражайте мне Доставайте изнутри свой оригинал Он есть Мы все проходим в детстве В подростковом периоде Момент именно подражания У нас есть кумиры Ну может я громко сказала Но люди, артисты, публичные персоны Которые вызывают у нас восхищение Чья ролевая модель Поведение нам очень импонирует И находит отклик Но с возрастом С взрослением Вы должны понимать Что походить на кого-то Копировать кого-то Это по сути пародия Почему я отказалась от образа Мерлин Монро? Потому что я прекрасно понимала Что этот образ меня съест И меня будут воспринимать исключительно Как пародиста Мерлин Монро Которая умерла в 36 лет И по сути закончила свое развитие Как личность Как артистка Что бы я потом давала людям Когда бы мне стукнуло 50? Да, я оставила себе псевдоним Монро Но это скорее вынужденный шаг Создание моего нового я Если где-то в разговоре возникает имя Монро То большинству людей на ум приходит в мой образ Следующий вопрос Какой цитатой великих Вы бы описали свою жизнь? Весь мир театр И люди в нем актеры Угу Но каждый же играет свою роль А с собой мы бываем утром на унитазе Когда вы проснулись Зашли в туалет Закрыли дверцу Сели И расслабились Вот в тот момент Вы не играете Следующий вопрос Если бы у вас была возможность прожить жизнь Ни в чем себе не отказывая Но давалась на это 10 лет Вы бы согласились? Господи, ну конечно же нет Вообще вся жизнь это ограничение По сути Вы рождаетесь Растете, растете, растете Ну, анатомически вы растете До 26 лет Дальше организм запрограммирован на старение Это доказанный научный факт И вот в этот момент начинается медленное самоубийство Потому что каждый человек начинает тонуть в своих зависимостях Медленно, но уверенно И вся последующая жизнь Это борьба Борьба с собой Борьба со своими страстями Борьба с Опять же зависимостями Просто вы не отдаете себе отчет И не признаете, что вы уже обросли этими зависимостями так Что ничего сделать не можете Ну а дальше вы просто договариваетесь со своим внутренним я Со своей совестью Ну и доживаете эту жизнь Только единицам удается постичь смысл жизни Как-то просветлиться Ну это колоссальная работа Таких людей максимум там 2% на всем земном шаре Все остальные занимаются медленным самоубийством Признайте это и успокойтесь Живите в удовольствии Ешьте, пейте Ну просто ограничивайте себя Говорите себе Так все, стопе Выражение в стиле Кати Клэп Ну я же молоденькая девочка С молодежью стараюсь говорить на одном языке Хотя терпеть не могу все эти сленговые словечки Слова-паразиты Но иногда грешу Следующий вопрос На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить Но вам его никогда не задают Послушайте У меня возникают вопросы к себе Только в том случае Если я поступила плохо Если я кого-то обидела Оскорбила Повысила голос Если я раздражена Если я злая Если я испытываю спектр негативных эмоций Я задаю себе вопрос Почему в данный момент я поступила именно так? Почему я испытываю эти эмоции? Я раскручиваю ситуацию назад Так на перемоточке Полностью восстанавливаю по памяти картину Что мне кто сказал? В каком тоне? Какие слова меня задели? Почему они меня задели? Я нахожу причины своего гнева Стыда, злости в себе Если я чувствую себя виноватой Я извиняюсь перед человеком Если же я вины не испытываю То я просто позавидовала Вот жаба грудная, зеленая, огромная Села мне на нулевой размер бюста И давит Да, я иногда тоже завидую Но отдаю себе отчет Признаюсь себе в этом А потом говорю себе Ты не она, ты не он Ты Манру А конкретные вопросы? Вы знаете, я спросила бы себя Вспомни, пожалуйста Своё самое первое воспоминание о себе Вот что ты помнишь Из своего детства? Рассказываю Каждое лето Родители Отправляли меня на три месяца К бабушке и дедушке в Крым Мой дедушка умер в 82-м году Мне было 4 года Но я помню, как дедушка гулял со мной по улице А бабушка стояла на балконе и звала нас обедать Вот такое вот у меня первое воспоминание о себе в этой жизни Какой бы я себе вопрос задал Что-нибудь из личного такого Сексуального Но все равно никто правду не отвечает Так что если вы читаете ответы звезд о сексе 90% Следующий вопрос Что вы думаете о своих недостатках И что необходимо развивать? Что я думаю о своих недостатках? Ничего не думаю Я их приняла Как-то перечислила их в своей голове Записала в отдельный столбик И стараюсь работать над их искоренением Я порой бываю саркастично Цинично Скверно словлю Злюсь Завидую Обсуждаю людей за их спиной Но останавливаю себя в этот момент Что еще, что еще, что еще Я иногда злорадствую Но в основном над неудачами людей, которые Не умею решать, какие они Хотя нет Бог наказывает выборочно Как показала практика Есть во мне недостатки Я не то, что с ними смирилась Я корю себя потом очень сильно И получаю эффект бумеранга По лбу Я даже иногда так сопоставляю Что-то плохо скажу Подумаю Позлорадствую Ах, так тебе и надо А потом бац И получаю Все возвращается, поверьте Просто не надо меня обижать Не надо Я же такая, что могу посмотреть И у вас дом сгорит Так что подумайте трижды Прежде чем написать Какую-то хуйню Под этим видео Следующий вопрос Что бы вы предложили Попробовать сделать каждому О, что бы я предложил Сделать каждому Хоть раз в своей жизни Выступить на сцене Перед большой аудиторией Спеть песню Прочитать стих Либо же озвучить речь Написанную собственноручно Но поверьте После этого эксперимента Вы себя почувствуете Совершенно другим человеком Я бы порекомендовала Хоть раз в жизни Принять участие в соревнованиях Будь то спортивной Будь то интеллектуальной В соревнованиях Где априори заложен Момент победы И проигрыша Я бы предложила мужчинам Хоть раз в жизни Встать на каблук И пройтись Хотя бы 10 метров А женщинам Сидя Друзья, мой следующий вопрос Если бы у вас была возможность Что-то взять материальное Или нематериальное И убрать из этого мира И об этом никто никогда не вспомнит Что бы это было Я бы убрала деньги Я бы вернула Натуральный и бартерный обмен Это было бы интересно Потому что порой деньги Затмевают Здравый смысл И становятся единственной целью жизни Но материальное По сути это то Что придумал человек О, я бы забрала Продукты А также товары Период полураспада которых Больше трех лет Ну например Полиэтилен Бутылки пластиковые И прочую Дребедень Которую невозможно Утилизировать Практически Переработка которых Забирает много А отходы Портят вообще Окружающую среду А что бы я забрала Нематериальное Ну вы знаете Не я этот мир создала Не я его придумала Поэтому ничего бы Не забирала Потому что Мое глубокое убеждение Все в мире Находится в равновесии И вселенная Сама регулирует Нематериальные моменты Где-то Добавит Где-то Уберет Следующий вопрос Ваша версия появления Человека на земле Тю Кашу по Дарвину Человек произошел От обезьяны Еще мне нравится Вербера Когда были племена Животных И потом постепенно Эти животные Стали людьми По-моему Этих племен По Верберу Было 16 Или 18 Птички Крокодилы Обезьяны Тараканы Жучки Ну реально Встречаешь человека А он похож на мышь Встречаешь мужика А он реально суслик Ну или же Женщина-лисичка Не все же обезьяны А я произошла От лошади Может быть от коня Такого, знаете Рзак Кони в яблоках Кони белые Или от змей Я же мудра И ядовита Но то, что человек Это продолжение природы Мне кажется Неизберимый факт Ему зачем-то дали разум Которым он порой Не умеет пользоваться Ну не я создавала Этот мир Кстати, если бы я его создавала Я бы все оставила Как есть Только поселила бы себя В Америку Ну где-нибудь В Лас-Вегасе Ой, я не люблю жару Хорошо, пусть это будет Нью-Йорк В Нью-Йорке я не была А вдруг мне там не понравится Ну для начала В Португалию Португалочка такая Кстати, эти вопросы Были заданы От нового Арт-пространства Вконтакте Ссылочка сейчас Вот здесь вот появится Которая посвящена Мне Монро Заходите, вдохновитесь Вот я уже час болтаю, друзья У меня, наверное, нужно сделать паузу И выпить кофе Адреналинчиком Не так в кровь сразу Адреналинчиком Адреналинчиком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин